Сколько же у нас овцы? Итак, можно все-таки делать забором? Вообще никакой тайны нет. А вопрос стоит, сколько же лучше? Вот я и спрашиваю, а на сколько лучше? Ответа здесь не дано. А Господь показал, если овца упадет, ну ты же не будешь ждать, когда придет понедельник, ты воскресенье вытащишь, а человек болеет нельзя. Почему вы так решили? Насколько же человек лучше овцей? Вопрос. А почему он лучше? На другой-то хуже собаки, хуже всякой свиньи, хуже змеи. И жалит, и отравляет другого, и убивает, а атомную бомбу на голову сбросит. Все звери в мире такого зла не сделать, как один человек может сделать. А однако, вот слово Божие говорит так, слово человек. Я не знаю, как образовывался русский словарь, и насколько он похож на тот, как при Вавиловской башне был, но сегодня Челло, это лоб. Славянское слово Чело. Бить Челом, то есть кланяться. Чело, направленное в вечность, не на один миг. Человек. Это сложное слово, как пароход, а пароходит, паровоз. Так вот, этот Человек описан в Библии очень подробно. И сотворил Бог Человека. Слово Человек в Библии встречается тысячу на семьсот тридцать раз. Чтобы понять, на что способен Человек, когда прочитаешь, написано, что Человек звучит это не гордо, как один в своих словах сказал, а страшно. Человек покусился на Бога, распял Спасителя, который пришел. Первый человек дьяволу поверил, отступил от Бога. А его дети, брат, поднял руку на брата. Да кто из них человек? Человек в послании порока Иеремии, 72 стих, говорит, «Лучший праведник, не имеющий идолов, ибо он далеко от соблазна». Тогда человек, когда он кланяется Богу и не имеет идолов, прямо направляется к Богу. Слава Христу! Слава Богу! Благодарю Тебя, Господи! Сохранил меня! У него идол никаких нет. Сирахов, 20-го, 31-й стих. «Лучший человек, скрывающий свою глупость, нежели человек, скрывающий свою мудрость». Вот какой человек. А чтобы человек знал, что такое глупость, это надо знать мудрость и напротив ее видеть глупость. Перебивать во время речи другого не годится. Подсматривать с каждого, подслушивать гнусно, воровать плохо, «Лучше скрывать, что говорится, глупость, нежели мудрость». «Ты знаешь плохое? Не рассказывай. Пусть она в тебе и умрет». Притча Соломона, 19-22. «Бедный лучше, нежели лживый». Я узнаю, что лживый, какой человек лучше. Значит, бедным быть, это не порог. Лживый, вот это плохо. Ну и бедный еще надо узнать, какой бедный. Я кому говорю, что я бедный? Тебе говорят, ничего себе бедный. И дальше говорят, да самый вы богатый. Даже неверующие люди говорят, у вас другое. А ничего другого, только что о Боге говорим и духовное можем дать. Люди это понимают. Имея большое богатство, телесные люди не рады. Они меняют государство свое, уезжают в другое, там не находят мира, меняют жен, и тогда счастья нет. Потому что я не говорю, что усадьбы, дома. Экклесиаст, 7 глава, второй стих. «Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира». Чтобы стать человеком, нужно избирать лучшее. Вот приглашает на какую-то гулянку, торжество какое, особенно любит ходить на дни рождения, на Новый год, где-то хоронят, пойди туда. Там идет незримая проповедь. «И я умру, и я буду так лежать». Лучше, Соломон говорит, лучше. И вот этого лучше, если постоянно набирать, и можно стать человеком. А какая цена человека? Если человек лучше овцы. И почему лучше? Потому что за него заплачена цена. Если за овечку в деньгах заплачена, то за человека Бог заплатил жизнь на Свою. Христос, Сын Божий. Христос умер за человека. И в первом послании Петр 1, 18-19, говорит так, «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. вся Вселенная со всеми галактиками дешевле одной души. Чтобы мир, говорит, сотворить, Бог сказал, да будет, и миллиарды звезд полетели. А чтобы человека спасти, он должен был воплотиться через Деву Марию. Дать учение, пойти на крест и страдать, и сказать, совершилось». В послании Галатам, 3 глава, 13 стих, Павел говорит так, «Он искупил нас от клятвы закона, человек создан по образу Божию, искупил, умерев на кресте». Евангелие Иоанн, 2,4 «Овцы идут за пасторем, потому что знает голос его». Я хочу снова посмотреть, как овцы ведут себя. Христос сравнивал. У нас так, мы овечек гоним сзади, а в Палестине он идет впереди, там по-другому пасут. Когда Ньюстрим там был, собирал материалы, и говорит, «Я дошел до этого места и решил подойти к пастуху и сказать, вот у нас овечек всегда сзади гонят, а у вас как?» Он говорит, «А как я сзади буду гонять? Они куда попало пойдут. Я сам не знаю, куда я иду, и они за мной. И что, все идут? Да. Но вот эту овечку позовите, он что-то сказал, бежу, овечка отделилась, отстаток к нему идет. И что, говорит, все так? Нет, не все, я недавно здесь в пастуху. И называют их по имени, дальше написано. Да мы в глаза не видали этого. У нас, ну, по имени, по кришке Собака, может еще подойти. Ну, корова одна. А чтобы много овечек и слушали, нет. 1 Петра 2, 25. «Вы были как овцы, блуждающие, не имеющие пастыря». И вспомним ту жизнь, где были, куда ходили, как вставали, как ложились, какие друзья были, что пили, что ели. Совершенно не знали Бога, куда мы только не залазили. В какое топкое болото не затолкал нас сатана. Не имели пастыря. А кто пастырь? Это не тот, кто только выходит о разведении роты и причастия, который тебе рассказывает, который водит на злачные пажики. Иоанн 21, 17. «Господь сказал, паси овец моих». Вот сейчас прочитали, Христос дунул и сказал, примите Духа Святого. А какой? Идите по всему миру пропадать Евангелие. Священник, когда крестит, тоже дует. И вот сейчас во всех храмах, где священник, ну крестит, думает, что крестит, мокрой ладошкой за 300 рублей по голове один раз хлопнет и говорит, примите Духа Святого и дует тоже. А что он выдувает? Я думаю, думал Христос, и апостолам сдуло всех с Палестины, они по всему миру разлетелись, как вот бывает перезревший одувальщик, когда любит, не любит. Они по всему миру сразу же разлетелись. А сегодня священники, ну представим, 18 тысяч священников в России сегодня дует, и никто никуда не идет. Что плохо дует? Или Духа Святого там нет? Примите Духа Святого, печать дара Духа Святого. Что изменилось? Почувствовал? Ничего я не знаю. Совершенно. Римлянам 8, 36. Христос умер, чтобы очистить нас, и умер за овец. Он обречен был на заклание. Мы блуждали, как овцы, не знающие пастыря. Вот буквально, если бы захватили какое-то стадо, и чтобы его вернуть, и пастуха надо было убить, да упаде на это стадо, чтобы пастух-то убил. А пастух умереть должен за овец. У меня вопрос возник, когда я готовился к проповеди. Почему в деяниях апостолов, о босках нигде не говорится? Провоки говорят, апостолы говорят, одеяния, самая книга, которая показывает, как апостолы трудились, нигде не называются усами. Ответа пока не имею, поищите, может быть, вы узнаете. У меня мысль есть такая, потому что овца, образ, превратилась в реальность. И они прямо обращаются к Тимофею, чадо мое, не просто к овцам, к Титу, чадо мое. Я родил вас в узах, живые люди, подражайте мне. То есть, а овцы обрели реальность имени. Первая книга, Царь, 26-23. Драгоценна жизнь твоя в моих глазах. Вот что говорит Господь, как Он о нас заботится. Солом 71-14. Драгоценна будет кровь их перед очами Его. Если мы за Христа страдаем, ревнуем, а вот чтобы жизнь прожить и за Христа нигде не пострадать, чтобы тебя не обозвали каким-то плохим словом, не знаю. Я раньше спрашивал, говорю, а на работе знаешь, что нет, не знаю, что я верующий. Слава Богу, так и не узнал никто. А дома как? А у меня иконки там, в шифонере стоят закрыты. А крестик как? А я его к лямочке, к майке с обратной стороны пришил. Слава Богу, никто не знает, я учительный сей работаю. Да ты бы в первый день воспользовалась обстановкой, да ученикам хоть немножко бросила зернышек, сказала о Христе. Вот приходит священник в тюрьму. Так кто хочет креститься, а им лишь бы из камеры выйти, сидеть тяжело. Я сразу пока руку протягиваю, там выделили комнату ленинскую, там портрет Ленина, и туда батюшки приводят, он в чашке ладошкой, мокрой идет, все. А он идет с папиросами, я свидетель, я в тюрьме почти 16 лет еще продолжал трудиться после освобождения, я не знаю ни одного человека православным, который стал и который бы уверовал. И вот принимает обратившихся священник. Я говорю, и как этих людей я крестил, они освободились и пришли ко мне. И как? Ну не особенно, но верующие все-таки. Один плотником работает, другой сторожем. И вот к ним третий товарищ пришел. Они напились, которые шубом купил, пропились, священника излупили и ушли все. Все, все кончилось. Я узнаю из фектантов, а у вас обращаются? Обращаются. Который вернулся, создал общину оттуда. Все это, фектанты, там, церковь Христа, он сразу спасенный, уже на небе, он по-своему, но там была проповедь. Неправильная. Но он главное сказал, что Христос умер за грехи наши по Писанию. И главное, он в руки дал Библию 66 книг, которые, стих там, батюшка ни одному нигде не дал. Иногда спрашивают, сколько людей обратилось через вас? Ну, я могу так, похвалиться моим Господом. За 16 лет обратилось ни одного. Ни один у меня не обратился. А вот начальство замечало, как сглаживаются нравы, не захвата заложников, как нету все. Ни одного я не нашел годным. Ни одного. В первую очередь, табакуры не был бы крещен. Из Покровского собора священник сходил, но сходил он всего, ну, несколько раз, кажется, 740, чтобы человек крестил. Значит, надо знать свое пасторство, для чего ты призван. Плачь Иеремии 4,2. Сыны Сиона драгоценные, равноценные чистейшему золоту. Вот кто мы такие. Драгоценность Христова. И поэтому собой распоряжайся, как неверующие, мы не можем. Не то, что там на себя руки наложить, а выпить. Даже ты рассчитай, как у тебя работа идет. По силам бери. Ты помни, ты представляешь великую ценность в очах Божиих. За тебя заплачена цена. Сына Божия. Драгоценная кровь Его. Первое послание Петра 3,4. В нетленной красоте кровь, того и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Молчать, я не знаю, что не говорить, и это драгоценно. Это особенно касается женщин. Большинство разводов подавляющее из-за языка женского. В Библии все на месте. Жена да убоится своего мужа. Как мне сегодня пришлось услышать от одной приехавшей. Я тоже верующий, но так в Библии много ошибок. Каких? А там, где написано мужчина, там, слушайте, надо наоборот написать мужчина-женщина, и где женщина-мужчина. Перевернуть, чтобы было. Я еще первый раз такое встретил. Я выявил, прямо дьявол предстал во весь рост. Наоборот, эмансипация довела до того, что за рубежом Библии перевели, где говорится Бог, Он. Они написали Она. И не Отче наш, а Мать наша. Все перевели предела нет. Это везде сатана. Библия хорошая книга. А когда Катурис в одном месте, я говорю, Павел говорит, а жены ваши да молчат, учить не позволяю. А вот здесь Павел, говорит, ошибался. Сразу же. Это я сегодня все выслушал. А что это? Одержимость. Бесовская одержимость. А чем она закончится? Смертью, если человек не покается. Второе Петра 1.1 Вы приняли с нами равнодрагоценную веру. Вот почему мы такую ценность представляем. Что у нас вера святая православная. Что у нас святая Библия, которая ведет нас. Ценность этого храма не то, что он такой красивый. И даже не то, что иконы висят, а то, что лежит здесь святое Слово Божие Библия. Не крест. Самая главная ценность. И даже не алтарь. И не мы, но Слово Божие, через которое обращаются люди. А тогда и мы. Почему? Слово Божие. Рассказал он нам о смерти Христа, о его любви. И он сказал, не оставлю тебя и не покину евреям 13.5. Первая глава 4 стих, 2 Петра. И он даровал нам великие и драгоценные его им